здравствуйте сегодня готовим вкусный воздушный очень мягкий хлеб в домашних условиях и так начнем в посуду наливаем 2 стакана 200 граммовых теплой воды добавляем одну чайную ложку сахара одну чайную полную ложку дрожжей все перемешиваем добавляем 2 стакана муки просеянной стакан у меня 200 граммов и подробное количество будет в описании хорошенько перемешиваем все перемешали накрываем чистым полотенцем оставляем на 15-20 минут чтобы дрожжи активировались и так прошло у нас 20 минут тесто уже пузырится это значит что дрожжи активировались добавляем сюда чайную ложку соли чайную ложку разрыхлителя и добавим оставшиеся два стакана муки в целом у меня ушло 4 стакана 200 граммов больше не надо лучше меньше можно но больше нельзя тесто будет немного липким но она таким и должно быть дальше месим руками если у кого-то есть тесто место можно все закинуть туда так конечно будет намного проще а у кого нет работаем руками девочки кто не работает тот мест итак получается вот такая вот такое липкое тесто муки больше не нужно добавлять оно таким и должно быть если хотим получить мягкое мягкий хлеб добавляем 4 столовые ложки подсолнечного масла прям вот так вот сверху выливаем дальше месим будет легче месить и уже не будет прилипать к рукам уже легко отходит от посуды месим до тех пор пока подсолнечное масло полностью не впитается в тесто и так получается вот такой вот и все тесто должно быть гладкая формируем клубочек вот она уже не липнет приятная на ощупь мягкая берем посуду в которой она будет подыматься обмазываем подсолнечным маслом кладем туда наше тесто закрываем пищевой пленкой накрываем полотенцем и ставим в теплое место пока тесто не увеличится в два раза и так тесто у нас увеличилась что делаем дальше посыпаем стол мукой распрямляем в пласт вот этой фишка благодаря которой хлеб получается пышным смотрите что делаю дальше заворачиваю в рулет как бы придавливаем заворачиваю придавливаю одну сторону до середины дальше вторую сторону точно так же соединяю защемляю у меня тут получается большой хлеб можно сделать два маленьких формируем батон здесь у меня противень я уже застелила пергаментной бумагой помазала маслом посыплю чуть-чуть мукой сверху придали форму дальше оставляем еще на 20 минут отдохнуть и так у нас прошло 20 минут делаем надрезы острым ножом для чего нужны надрезы во первых для того чтобы все пропеклось хорошо внутри во вторых чтобы хлеб не треснул сделали надрез оставляем еще на 10-15 минут и так прошло у нас 15 минут я вот так вот накрываю другим противнем смазываем обычной водичкой и ставим предварительно разогретую духовку на 200-220 градусов режим вверх-вниз до румяной корочки хлеб готов подрумянился он у нас за 50 минут зависит еще от духовки пока горячий хлеб смазываем слегка водичкой совсем чуть-чуть сильно мочить не надо только корочку слегка посмотрите как он хрустит когда остынет будет мягкий мягкий и накрывая полотенцем даем остыть посмотрите какой красивый хлеб у нас еще теплый он еще совсем не остыл вот он как выглядит хочу показать вам разрезе нам уже хочется поскорее попробовать аромат стоит по всей квартире посмотрите это он еще теплый мамочки не ленитесь готовьте дома домашний хлеб надеюсь вам понравилось всем приятного аппетита спасибо